Приветствую вас. Вы знаете, стеснение и страх перед людьми, с одной стороны, напрямую зависит от того, какие у вас нормы морали, как и у вас проявление совести, скажем так, с одной стороны. И с другой стороны, зависит от того, насколько вы занимаетесь тем, что вам нравится. То есть, понимаете, какая история, вот обычно стеснения десно связывают с идеей величия. В том смысле, что стесняющийся человек, это человек, который в общем и целом к жизни особо не приспособлен. Ну, в смысле, что он ведет себя не так, чтобы очень хорошо. Не так уж очень хорошо он себя чувствует. Чувствует. Вот. И, соответственно, соответственно, этого человека в детстве, к примеру, к примеру, к примеру, к примеру, в детстве, ставили в исключительные условия, в исключительные ситуации, в таком человеке. И индивид, что-то человек, привыкает думать, что он особенный. Он привыкает думать о людях, что они глупые, что они его не поймут. Он привыкает думать о людях, что они страшные, что они агрессивные, что они там причинят ему боль, к примеру. И так далее. Такой человек думает, что он не имеет права на ошибку. Такой человек думает, что он не должен ошибаться. что он должен следовать только установленным нормой, которая вот у него в семье была принята, установленной нормой, норме поведения, которая есть у него. Которая ему, ну, для него приемлема. При этом данные нормы могут совершенно спокойно быть устаревшими, быть глупыми, быть неприспособленными к жизни. Ну, вот. И так далее. Понимаете? И вот эти нормы, да, вот эти нормы, их надо бы выявить. выявить. Эти нормы, надо бы определить. Эти нормы, надо отследить, проанализировать, и сделать так, чтобы вам они условно не мешали. То есть, по сути, вам необходимо, чтобы вы для себя увидели, что вам действительно вредит, а что, как бы, можно отбросить совершенно спокойно, и не будет никакого вреда. Что ложно в вашем поведении? Что ложно в вашем поведении? А что, как бы, ну, истинно. Понимаете? Какая история. Вот это, что ты во многом сделаешь? С одной стороны. С одной стороны. Только с одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. С другой стороны. Что важно сделать? Это посмотреть ориентиры. Ваши собственные ориентиры, того, что вы конкретно делаете, того, чем вы конкретно занимаетесь. Для чего? Чтобы ориентироваться в своей деятельности не на людей, как это происходит сейчас, а на себя. Ориентироваться в своей деятельности не на реакцию других, которая может быть совершенно разной и к вам отношения никакого не имеет, а именно на себя, на свои потребности, на то, что вам важно, на то, что вам ценно. Понимаете? Вот это то, что вы можете сделать. Это то, что вы даже, я бы сказал, должны сделать, если хотите быть счастливы, если хотите жить счастливо. Вы можете сделать это самостоятельно через отслеживание ваших норм, через отслеживание ваших ценностей, ваших предписаний, через отслеживание того, почему вы делаете то или иное. вы можете это сделать как сами, а вы можете это сделать так и с помощью психолога. и вам необходимо для этого выбрать себе эксперта и просто-напросто начать с ним работать. работать. Вот и все. Это то, что я могу вам сказать. Это то, что я могу вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Вот по сути, по сути, то, что можно вам сказать. Еще раз, чтобы вы понимали, да, чтобы вы понимали. Важно отследить эти два момента. Общаться с людьми, ну, вообще вам и вообще нужно только в двух случаях. В первом случае. Общение с людьми. Возникает. Ради какого-то дела. Ради и для какого-то дела. А во втором случае. Ради самого человека. Ради того, с кем вы ведете общение. То есть тут основная цель сделать этого человека, к примеру, счастливым. Это, на мой взгляд, очень важный момент. Ну, а про стыть я уже сказал, да, то, что это следствие родительских установок. Но я предлагаю вам небольшое такое решение, которое будет вам существенно помочь, ну, существенно облегчить вашу жизнь. Значит, если вам что-то стыдно, если вы чего-то стыдите, вспоминайте, как люди жили в первобытное время. Вот, в первобытное время, как люди жили, вспоминаете об этом. И все, собственно говоря. То, что вам нужно, да, это просто соотнести, что как люди жили в древности и что было ценно и важно тогда. И то, чем сейчас, к примеру, вы руководствуете. Чем это важно? Насколько это важно? Важно ли это на самом деле действительно? Вот. Такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите, в личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.